Я слаб? Нет, монах. Не вы, христиане, ставили на наших землях исконных славянских города и переправы. Мы, славяне-язычники, торили пути дороги между ними. И Киев могучий выставили сами. Города наши, ока византийская, а? Нет? А ты у коня спроси, спроси у облака. Он расскажет тебе, как носил он княгиню из града в град, от погоста к погосту, как устраивала княгиня землю русскую, как дань уставную, и уроки положила на сорок городов славянских. Язычница Ольга! Не христианка еще. А ведомо ли тебе, Чернец, что сто и пять лет, как положен договор о мире и любви с Константинополем, и дань платили нам греки? Ведомо ли тебе, что славяне-язычники имеют договор о мире и любви не только с Византией, но и с Хазарией, болгарами, венграми, варягами, печенегами? А ведомо ли тебе, что княгиня Ольга установила мир с германами и Атоном? И то не по усмотрению князя Альба княгини вершилась, а растущий який молодой богатырь Русью! Всему миру ведомо, а тебе ведомо, что меч мой языческий раздвинул земли мои от хазарской белой вежи на Волге до балканских земель на Дунае через Ясов, Касогов по морю Каспию до самих Кавказских гор через тьму Таракань Азовскую по морю черному, которое вы, греки, называете русским! Я разорвал кольцо врагов моих на торговых путях с востока на запад и продолжу то, что начали предки мои Олег, Игорь, Ольга! Уходи, монах! Ибо верно сказал, слаб я, могу покарать смертью за неправду твою! Кixel Расседлать коней! Негоже! Большое дело начинать в окневе! Пойди, выспись, сынок. И про тебя напишут, княжи. Напишут так, А вырос князь Святослав, и возмужал, и собрал многие вои храбрые, и в походы ходил легко, а гепардус, и много воевал. В походы же не брал ни вазы, ни котлы, и мясо не варил, но тонко нарезав от конины, или зверины, или говядины, и зажарив, так ел, шатра не имел, но спал, прослав в головах потник. Длинные земли слал со словами, хочу на вы идти. Ты что, на старости лет в монахи собрался? Сунель! Под счастливой звездой ты родился, княже. Все слышали?